Всем большой привет! Сегодня я снова прическа, я расплела свои афракосы и жалеющие мои волосы. Можете быть спокойны, все прекрасно. Они на месте, как видите, пышут здоровьем, счастьем и гладкостью. Но видео не об этом. Я хочу показать вам, что я довязала этот топ. И он сидит великолепно на моей дочери, его немножко нужно будет еще отпарить, чтобы он пришел в полноценный вид. Единственное, вот еще ниточка висит, единственное, что я могла бы сделать прибавку не через одну петлю, а в каждую петлю. Это нисколько бы не испортило. Просто я боялась, что будет слишком пышная вот эта вот баска, эта юбочка. Топ вышел. Я вам ставлю фотографию промежуточную на дочери. Быстренько на нее нацепила, пока она там была, пробегала мимо. Она очень иногда не любит мерить одежду. Вот. Поэтому на маечку я надела, сфотографировала еще вот только в связанном виде и пошла стирать. Так вот, что я хотела бы еще внести, какие корректировки. Ну, можно было бы сделать попышнее, но это не столь важно и так хорошо. И вот этот белый воротничок я хочу сейчас распустить и сделать его коричневым, потому что на белом, ну вот, слишком видны вот эти неровности, он контрастный. И, ну, так как прозрачность топа позволяет видеть все недостатки. Короче, что я сказала, замудрила предложение. В общем, хочу распустить и сделать горловину, обвязать коричневым. И вот, сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять рядов, да? Пять рядов. Я сделаю два рядочка и закрою. Вот. Просто, чтобы была такая небольшая законченность у изделия. И будет коричневый топ с белыми одуванчиками. Ну, и, конечно, отпарить надо, потому что что-то какое-то в таком виде высохло. Вот как лежало, так и высохло. Она лежала, но у меня на волнообразной сушилке. Надо было на полотенце все-таки посушить. И что сумкой при движении нет практически никакого, потому что я тут то довязываю майку, то расплетаю косы, то еще что-то, то с детьми вот ездили в детский центр. Ну, если кто-то следит за влоговым каналом, могут посмотреть. В общем, я вяжу сумку. Вот. У меня было одно донышко. Я его... Первое, которое я вам показывала, я его распустила, связала вот второй уже подлиннее. Какое подлиннее? Вот это подлиннее или вот это? Нет. Второе вот такое вот я связала, темно-синее. Чуть-чуть подлиннее, но и то оно маловато. А по ширине уже... Уже... Уже хватит ширины. Вот. Я примерно такой ширины хотела, а по длине еще мало. В общем, я не хочу ее слишком объемную. Хочу просто немножко пошире сделать. И вот этот вот третий вариант. Вот. Он будет самым лучшим по размеру. Вот. Я вяжу, по-моему, 50 петель. Петель я набирала последний раз. Здесь было 40, а здесь 50. Или 53 даже, чтобы подъем сделать. В общем, вот вариант третий. Это самый лучший. Ну, вот так бывает. Я не знаю. Это если по мастер-классу вязать, то да, конечно, там сразу попадаешь. Ну, когда создаешь изделие сам, то, мне кажется, всегда что-то такое происходит. Перевязы какие-то. Вот. В общем, это тот самый момент. И дальше я буду вязать... Ну, сейчас донышко свяжу. И дальше я буду вязать в таких цветах. Вот. Темно-синий и белый еще. Вот. А может быть, в конце уже там ближе к ручке добавлю еще такого цвета. Насчет березы еще не уверена. Посмотрим. И я еду на море с детьми на несколько дней. В конце августа. Честно, что конец июля. Я думаю, что 100% я довяжу эту сумочку к морю и возьму ее с собой. Она будет у меня 100% пляжная. Я решила, что не буду делать что-то такое среднее, чтобы носить и в городе, и на пляже. Нет. Пляжная значит пляжная. Все. Функции пляжные она у меня и будет выполнять. И еще у меня появилась задумка. Не знаю, правда, насколько быстро я смогу ее осуществить. Я хочу связать все-таки коврик в детскую. Посмотрим. В общем, если все сложится с одним проектом, то я свяжу коврик в детскую. По аналогии с ковриками, которые я видела в Инстаграм. Такие они с изображением медведя, кошки, что-нибудь такое. Очень классная у меня есть задумка и будет очень хорошо смотреться в моей детской. Люблю я такие вязаные вещи в интерьере, которые именно стильные. Я вставлю фотографии, что я имею в виду. Мне кажется, пока дети маленькие, лет до 10-15, и им можно вот такими вот мимимишными украшательствами заставлять комнату, а потом уже там у них свой вкус вырабатывается, свои желания. Не знаю, что сейчас у подростков в моде. В мое время были постеры. В общем, все украшают уже сами там свои комнаты. А пока дети маленькие, хочется что-то такое детское, милое им создать своими руками. А еще у меня есть куча подушек, которыми дети играют в течение дня. Ну вот я хочу... Я их тоже там и сшила сама, и тетя у меня там еще чехлы вышивала. В общем, я хочу это все взять и сделать одну или две большие подушки. Вот. И, не знаю, либо тканевый чехол к ним какой-то классный сделать, либо тоже связать или из трикотажной пряжи, допустим, ну, чтобы по аналогии с ковриком было, или из плюшевой, тоже очень приятная, деткам нравится такая пряжа. Вот такие вот у меня планы создать уют в детской комнате. Я вообще хотела показать вам, какие я коврики выбираю, и зашла на Пинтерест. Здесь просто невероятное количество какой-то красоты. Вообще, я вдохновилась ковриком из Инстаграма, но когда зашла на Пинтерест, поняла, что здесь такое большое разнообразие, что я не готова даже устанавливаться на лице какой-то зверушки, как изначально планировала, вот эти вот медведи, они, ну, действительно, уже слишком их много. А вот посмотрите, какой замечательный лисенок в комплекте с корзинкой. Вообще обалденный. Правда, цвета не подходящие для нашей детской. Там, скорее, желтый был бы использован вместо вот этого бирюзового. Ну, а так вообще замечательно и корзинка, и вот этот лисенок. Мне нравится, что они такие милые и еще спят, к тому же, как раз до детской комнаты. А еще есть вариант типа арбуза вот такой вот. Ну, тут фильтр, видимо, ну, и вообще черный цвет, да, можно сделать именно под арбуз, можно так оставить. Еще обратила внимание вот на этот коврик черно-белый. Он практически такой же, я видела вике, и почему бы не сделать его в своем исполнении, да. Тут, конечно, сложный узор, будет не очень быстро, но оно того стоит, если хотите графичный такой интерьер создать. Еще мне нравятся простые, вот, допустим, однотонные, ну, пусть не розовые, допустим, не знаю, серые или желтые, и сделать разноцветные вот такие вот шарики. Шарики, кругляшки какие-то, помпончики, что-то такое. Ну, не помпончики, наверное, нет, что-то более плоское. И смотрится очень-очень мило. А еще вот такой вот с галочками тоже мне понравился вариант. Как раз-таки узор галочки мы теперь уже умеем вязать, да, по сумке. И такие вот разноцветные вкрапления. Очень классно смотрится. Либо совершенно простые, вот такой полосатый, да, с неравномерными полосками, где-то уже, где-то шире. И цвета очень приятные для глаза. Либо чуть-чуть посложнее, вот такой в виде цветочка тоже галочками связан. Вот. Можно и столбиками с накидом, и можно без накида, можно галочками. То есть разнообразие. Ну и мордочки вот такой вот мишка есть, серый, симпатичный. Ну, это совсем, наверное, для малышей. Все-таки мои уже подрастают. Уже почти садиковские дети. Вот. Либо сделать простой, да, скорее всего. А еще, смотрите, вот для подушки я нашла такой вариант. Мне понравились вот эти звезды. Вот. Либо такая серая обычная звезда, либо похожа на какой-то фрукт, по-моему. Это не помню, как называется. Не помню, как называется. Вот такая звездочка и расходящиеся из центра лучи. Тоже классная. Либо вот такой вот пончик. Мне кажется, детям будет очень нравиться в виде пуфика. Либо вот такие вот пуфики, совершенно лаконичные, простые. Тоже как вариант. Ну и покажу вам еще для детской, что мне понравилось. Как идея для вдохновения не обязательно делать именно зайца, именно в таком цвете. Но вот такая карандашница мне показалась очень милой. И сразу будет видно, что у детей мама-рукодельница при входе в детскую. Но классно же, да. Ну вообще. Короче, я вдохновилась. Обязательно что-то такое свяжу детям своим. Надеюсь, что и вас тоже немножко вдохновила. Ну и еще хочу связать себе платье. Но только чтобы оно было не теплое, а на нашу теплую зиму. Чтобы не было жарко, в общем, в нем. Я думаю, что бобиная пряжа от коричневого, которая у меня есть, вид отлично для этого подойдет. Сейчас я покажу. Вот она. Она очень тоненькая. Я не помню, сколько здесь надо будет смотреть в своих записях. Ну я, наверное, буду в два или в три сложения вязать. И думаю, что будет шикарное платье. Только нужно придумать модель. Кстати, у меня еще обещанное видео с меня по вдохновению для женщин на зимний период, на зимний сезон. И вот как раз таки буду просматривать и сохранять фотографии для канала тоже, для этого видео. Вот такие вот у меня новости. Что у нас, могу сказать, по природе, по Краснодару, по погоде. У нас в этом году достаточно холодное лето. Ну как холодное, жарко, конечно. Сейчас тоже жарко. 28 где-то вот так вот стоит сейчас. Но сегодня нет дождя. Периодически идут такие дожди. Целый день. Вот вчера лил дождь, например. Это градусов 22-24. Я помню, в прошлом году, когда мы только переехали, прямо жуткая жара была. Ну, мы, в принципе, нормально ее восприняли. Но было очень жарко. 40, на солнце 42-45. Вот такие вот цифры сумасшедшие. Ну, по сравнению, конечно, с прошлым летом. Ну и вообще говорят, что это лето, 2019 года, это очень холодное лето для Краснодара. Уже давно такого не было. И дождливое, конечно. Поэтому как раз настроение повязать, что нам еще нужно в дождик. Чашечку чая и спицы, пряжа. И вязать с удовольствием. Вот. Расскажите, какая погода у вас. Я думаю, что... Я слышала, что по всей России такое лето, да? Не очень жаркое. Расскажите, какая у вас погода, что вы делаете. Есть у вас вязальное настроение или летом вы отдыхаете. На этом буду заканчивать. Всего вам доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok